В конце июня нас Хабаровчан ожидает неожиданное для города событие большой фестиваль мультфильмов. В России это крупнейший международный фестиваль анимации, а вот конкретно до Дальнего Востока он добрался впервые. Организаторами фестиваля выступают администрация Хабаровска и студия анимации «Мечта лёд». Именно её представители у нас в гостях – это арт-директор «Мечта лёда» Константин Бездудный и продюсер студии Илья Кузнецов. Константин Илья, здравствуйте. Евгения, здравствуйте. Добрый день, Евгения. Можно просто, да, Костя, Илья. И Женя. Всё верно. Тогда сразу небольшой такой блиц-опрос, можете отвечать по очереди. Итак, поехали. Дисней или «Союзмультфильм»? «Союзмультфильм». «Союзмультфильм». Согласились, да? Хорошо. 3D или пластилин? А где 2D? Пускай 2D. 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 Ну и напоследок, любимый мультик детства? Так. Ну, наверное… Ну, погоди. А я не знаю. У нас, понимаете, детство разное. У Кости оно было чуть раньше, чем у меня. Лет так на 5, да? Лет так на 5, да. На 3,5. Да, да, да. Ну, все-таки хорошо. Итак, большой фестиваль мультфильмов. Для запада страны это мероприятие такое не особо является чем-то таким вот грандиозным, потому как для них это, в принципе, уже постоянно, потому как мультипликация у них развита. Насколько показался целесообразным шаг провести это мероприятие у нас, где индустрия, ну, правда, только зарождается? Есть ответ на этот вопрос. Действительно, наша студия, она была создана, вот еще в прошлом сентябре нас было буквально двое. На сегодняшний момент нас 15 человек, вот, и мы начали уже сотрудничать с ассоциацией анимационного кино, вот, и нам с ними советовались, то есть, как нам сделать так, чтобы заявить о себе. Нам посоветовали, проведите вот такое мероприятие. Ну, действительно, чтобы пришли дети, пришли родители, пришли те, кому интересна авторская анимация. Посмотрели, мы показали то, что, показали нашу компетенцию, то есть в рамках этого мероприятия ребята, которые сегодня у нас работают в студии, они будут проводить мастер-классы. Для детей будут проводиться мастер-классы, и там команды будут формироваться по 10 человек, и они будут прямо там, на месте, делать мультфильмы. А вот я хочу обратиться к Косте сейчас. Помимо вас же участники будут еще, это же будет международный такой фестиваль, то есть мультфильм будет представлен не только вашей студии? Конечно, конечно. Что можем увидеть там? Это будет и полный метр, и короткий метр, да? Да, будут и зарубежные полные метры, и европейские будут, и наши, и отечественные, и короткометражные. Для любителей аниме что-нибудь будет? Обязательно. То есть, в общем, все жанры понемножку будут представлены? Да, но, как правило, в рамках таких мероприятий показываются те картины, которые мы не можем, ну, мы не видим напрямую там на телеканалах «Харусель». На широком экране, скажем так. Да, на широком экране. Это авторское кино, которое презентуется, показывается на фестивалях, там, где разыгрываются какие-то, ну, есть конкурсная программа. Вот, и, собственно, сейчас мы с организаторами студии «Большой фестиваль мультфильмов», они так и называются, ребята, которые проводят по стране такие мероприятия, они договариваются с авторами вот этих фильмов и выкупают авторские права для того, чтобы мы могли сегодня здесь их показать. То есть, в принципе, ваша здесь роль какая? Организовать все это, привезти все это сюда? Мне хочется отметить тот момент, что гостем, таким очень важным гостем, да, фестиваля станет. Кто, пожалуйста? К нам приезжает Борис Машковцев. Изначально к нам в гости должна была приехать директор ассоциации анимационного кино, но там по ряду обстоятельств она говорит, я не могу, и мы тут, а можно, пожалуйста, как-то попробовать договориться с Борисом, чтобы он к нам приехал. Ну, то есть сразу уже брать, то сверху. Да, 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 и вот просто, как бы, как сказать, на дурачка попробовали, и спустя время нам говорят, а почему бы и нет? Вот, и как бы мы говорим, Борис, а можно вот, пожалуйста, вы там лекцию прочитаете? Он говорит, да вообще без проблем, говорите, какая тема, я без проблем подготовлюсь и смогу это сделать. То есть, мало того, что он откроет фестиваль, да, он еще и проведет вот эту лекцию, встречу со зрителями, зрители смогут задать вопросы, как Сальма хотя бы, нового простоквашина, а что это, простите? Будет лекция на тему «Новый Союзмультфильм», «Новые проекты Союзмультфильм» и как он к этому, собственно, приходил, как вот этот происходил процесс обновления, потому что сейчас там на Западе Союзмультфильм называют «Новый Союзмультфильм», потому что вот он возрождается, был какой-то момент, когда он там потерял свою популярность, и его проекты, ну, не сверкали на экранах. Ну, Илья, вот ты правильно говоришь, что какой-то момент Союзмультфильм, он потерялся в пространстве, таком анимационном, нашим российском, потому как стали возникать вот эти самые частные какие-то компании, которые начали производить хороший, качественный продукт. Я конкретно имею в виду хотя бы студию, которая создала «Машу и Медведя», которая стала популярна во всем мире. Я не знаю, там, Геннадий Паровозов, «Фиксики» и все остальное, сколько можно продолжать. Аркадий Паровозов. И Аркадий тоже. У вас, я думаю, планы не менее грандиозные, да? Хочется выйти на уровень не только Дальнего Востока, а российский, может быть, и куда-нибудь Китай рядом? Почему нет? Кость, ну скажи. Ну, конечно, у нас планы не только завоевать Россию, но и ближние зарубежья. Китай, Монголия. Вы ведь начали на самом деле с Камчатки, с Сахалина, вот охватывать, да, наш такой Дальневосточный регион. Именно для них стали придумывать какие-то живые проекты, живых героев, анимацию для именно брендирования. Вот потом появился наш мультик. Есть же в планах на самом деле сделать вот это вот все именно брендом города Хабаровска? Мягкие игрушки пускай будут, еще что-то, именно герои. Абсолютно верно. В этом случае, когда мы говорим о развитии индустрии, как раз-таки и имеется в виду подключение людей с разных областей ко всему этому делу. Вот, к примеру, когда мы делали мультфильм про Хабаровск, ну, то есть помимо нашей команды в 15 человек, там подключались еще множество людей, там, оркестр мы подключали, подключали студию звукозаписи. То есть есть люди, которые там на разных этапах подключались, отключались. То есть больше 20 человек принимало участие в подготовке этого мультфильма. Здесь, если бы были ребята, которые непосредственно занимались производством, они бы, наверное, слезу пустили. Потому что, действительно, мы выжимали с Константином, с Костей. Из них все, что могли. Ну, правда, вот они отдали все, что могли. Потом, после того, как они закончили делать этот мультфильм, они просто... Можно отдохнуть. Все, мы на неделю их отпустили. И ребята там гуляли, наполнялись какими-то эмоциями, чтобы могли потом прийти и что-то творить. Если в дальнейшем мы будем разрабатывать сериал там и персонажей, так называемых, талисманов для города Хабаровска, то, конечно, мы там будем думать о том, как развивать легкую промышленность и производить эти игрушки. Там же нужен и маркетинг. Слушай, ну, по аналогии с Сочинской Олимпиадой, да? Вот эти вот забиваки и все остальные. Да, да, абсолютно верно. То есть сделать любимчиков, которые будут жить в каждом доме в нашем городе, которые будут с удовольствием забирать с собой туристы, будут смотреть на них, вспоминать о нашем городе. Нам нужно с помощью этого большого фестиваля найти ребят, которые бы пришли к нам в студию, потому что рук не хватает. Почему? В прямом смысле? Рук не хватает. Рук не хватает. То есть если год назад, к примеру, взять ситуацию, то об этом вообще никто не думал. То сегодня мы понимаем, что мы не можем взяться и за то, и за то сразу, потому что у нас вот есть сегодня проект, которым нужно сегодня заниматься. А вот это мы должны отложить. Откладывать не хочется. Откладывать не хочется. Хочется, чтобы производство шло, и как бы хороша ложка к обеду. Пока просят, нужно давать контент. Кость, так арт-директор, главное слово директор, скажи, вот сейчас вас 15 человек трудятся, аниматоры, художники. Вы собираетесь расширяться, именно создавать студию для обучения студентов, школьников, дабы пополнить потом свои ряды. Все верно? В перспективе, да, конечно. Где работа? Сейчас вы базируетесь в парке Северном, но в планах сделать что-то такое прям грандиозное. Да, действительно, для того, чтобы выйти на рынок и выдавать сериал, грубо говоря, 2 серии в месяц по 5 минут, для этого нужно, чтобы трудилось порядка 100 человек. Сегодня у нас такой производственной команды нет, но мы планируем расширяться. Конечно, есть в планах создание технопарка там же, в Северном, потому что там равноудалены от нас, сконцентрированы учебные заведения, могли бы компетенции оттуда набирать, на самом деле. Вот. И под одной крышей в этом технопарке хотели бы объединить не только направления по созданию 2D-анимации, но, опять же, есть у нас в городе ребята, которые занимаются 3D-созданием 3D-контента, есть геймеры, которые делают игры для смартфонов и компьютеров, также есть ребята, которые делают VR-контент, да, вот знаете, вот эти все очки. То есть если мы погрузим под одну крышу вот этих всех ребят с разными направлениями, то в процессе коммуникации может получиться совершенно новый продукт. Вот, чего бы нам хотелось. Будущего, можно сказать. Абсолютно верно. То есть вот хотелось бы вот этих всех людей творческих собрать под одной крышей. Вот мы сейчас эту идею вынашиваем и стучимся в разные двери, пытаемся объяснить это все. Но пока вот нам идут навстречу, и, возможно, вскоре, в будущем, мы, собственно, и заведем, кстати говоря, субсидию. Я хочу вам пожелать только удачи в этом направлении. Вы достучитесь в любом случае, потому как идея на самом деле классная. И я думаю, ее по большому счету оценят в том числе те, кто придут на большой фестиваль мультфильмов. Участие бесплатное во всех встречах, семинарах, мастер-классах, которые будут проходить в рамках фестиваля. Да, действительно. Нужно зарегистрироваться. Вы заходим в интернет, сайт мечтолет.ком. Там на самой главной странице просто будет сразу информация о том, как можно зарегистрироваться, какие есть мастер-классы, какие есть сеансы. То есть у нас в рамках этого мероприятия будет проходить 8 сеансов под разные возрастные аудитории. Давайте скажем, где это будет проходить, во-первых, какая площадка. В городской дворе скультуры. С какого у нас получается? С 28 июня по 30. То есть это пятница, суббота, воскресенье. Три дня. Да, сделали так, что 28 будет открытие. В 19.00 будет показ работ, авторских работ Союзмульфильма. Представлять будет Борис Машковцев, директор студии Союзмульфильм. Собственно, вот в пятницу вечером мы даем старт этому мероприятию, объясняя, что будет в рамках этого фестиваля проходить, какие мастер-классы, как они проводятся. А, собственно, 29 и 30 будут проходить сеансы и параллельно вот эти мастер-классы. Слушай, Илья, ну это такая классная идея даже в том плане. Кто-то в выходные планирует, так, дети, идем на такой-то мультик, в такой-то кинотеатр, где заранее покупаем, а здесь зарегистрировался, и вот тебе три дня просто анимационного чуда. Приходишь и целый день можешь посвятить не только просмотру, но и обучению, рисованию. Да, получается, праздник для всей семьи. Пока мама идет на сеанс, ее дочь или сын идет и рисует, занимается анимацией. Кстати, насчет мамы, я, насколько знаю, для взрослых будет мастер-класс и программа мультфильмов со знаком 18+. Есть же много таких анимационных фильмов, которым детям лучше не смотреть, потому что... Ну, разные показывают. Ну, разные, да, показывают. Чего нарисуют, нарисуют. Вот, да, ну потому что, ну вот здесь как раз-таки мы и хотели охватить всю аудиторию, потому что, ну, взрослым неинтересно будет смотреть там 6+, мультфильмы, да, там, или прям совсем для малышей. И поэтому есть любители вот именно такого кино. Для них конкретно мы и устраиваем этот показ. Студия «Мечтолет» была у нас в гостях сегодня. Конкретно арт-директор студии анимации «Мечтолет» Константин Бездудный и продюсер студии Илья Кузнецов. Ребят, удачи вам. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!